Бедренец камнеломка Выращивание и уход дома Во время летней прогулки, где-нибудь в конце июля, в зарослях травы можно разглядеть небольшие зонтики с мелкими белыми цветочками. Возможно, эта бедренец камнеломка удивительна по своим свойствам растения. Что оно из себя представляет будет рассказано ниже. Описание цветка Бедренец камнеломка Выпим пенелосаксифровый л Или бедренец камнеломка Многолетнее душистое травянистое растение семейства зонтичных Сверетяно видным корнем, разветвленным стеблем, покрытым остатками отмерших листьев, с полыми стеблями высотой 15-80 см, собранными Волокнистую розетку основания Нижние листья длинные, перестаи, с крупными черенками Вверху стебли практически голые, покрытые короткими листочками и зонтиками по 5-8 см, На лучах которых располагаются мелкие пятилистные Цветки с белыми или розовыми лепестками Цветет в июне-августе Размножается двудольными семенами Семена созревают в конце лета Зимует с зелеными листьями Морозы из-за сухоустойчив Как выглядят цветы к сведению Без предварительной подготовки Отличить бедренцакам Неломку от других зонтичных сложно Его можно перепутать с пастернаком Пассивным горечником о линиям Но самое главное Не перепутать его с ядовитыми растениями Болеголовым пятнистым или борщевиком Отличить бедренцакам Неломку можно по следующим признакам По прикорневой розетке Форме и размеру верхних и нижних листьев По форме Семян плодов по высоте Относительно остальных зонтичных бедренец Камнеломковый невысокий Цветет дольше других Плоть до сентября По пряному запаху Семян и корней Обратите внимание В международной научной классификации Бедренец камнеломковый Записан как Пимпенелосаксифровелл Цветущую культуру можно встретить На любом лгу в лесу Бедренец камнеломка Типовой вид рода бедренец Который включает в себя 106 видов Ближайшим родственникам Бедренца камнеломки Считается анис Или, согласно научной терминологии Бедренец анисовый Это достаточно распространенное растение В средней полосе России Также его можно встретить На Крымском побережье В Сибири На Дальнем Востоке В Юго-Западной Азии Казахстане В европейских странах Например, в Германии Его разводят Как пряное растение Человек узнал о целительных Свойствах бедренца Камнеломкового Еще во времена античности В Древней Греции И Египте Он использовался в медицине В странах Западной Европы В средние века Его применяли При лечении чумы и холеры Описание лекарственных рецептов На его основе Содержится во многих Фармакопеях древности Им лечили тиф и дифтерию В русских деревнях От сильного кашля Избавлялись При помощи этой целебной травы Нижние листья Идут на засушку Полезные свойства Бедренец Камнеломка Имеет уникальный Химический состав В корнях Обнаружены эфирные масла 0,02-0,7% Дубильные вещества Вот почему у этого растения терпкий вкус Ароматические соединения Кислоты Уксусное Бензойное Вещество Пемпенолин Горькое Нерастворимое В воде Смолы Сахара Терпеноиды Группа ценных Органических соединений Используемых в борьбе с раком Листья во время цветения Содержат Каротин Провитамина Использование Его необходимо Для борьбы с оксидантами Аскорбиновая кислота Регулирует Окислительные И восстановительные Реакции в организме Надземная часть состоит Из 11% протеина 32% клетчатки 2,6% жиров Калий и кальция В ладах Семенах Присутствуют эфирное И жирное масло Комарины Благоприятно воздействуют На состав крови Фенолы и флавоноиды Оказывают положительное Воздействие на кровеносную систему Применение Применение Бедренца Комнеломки обширно В медицине Народной Официальной В гомеопатии В кулинарии В косметологии В животноводстве Он обладает Отхаркивающими Вяжущими Обеззараживающими Жаропонижающими Противовоспалительными Свойствами Обратите внимание В народной медицине Из этого растения Готовят терапевтические Настойки И отвары В аптеке Можно приобрести Травяной сбор И корни Фитотерапевты Рекомендуют Использование Аптечных сборов В следующих случаях При заболеваниях Мочевого пузыря И почек В том числе При мочекаменной И желчнокаменной Болезнях Существует версия Что бедренец Назвали камнеломковым Благодаря его Способности Ломать Камни В почках При лечении Простатита И аденома Предстательной железы При лечении Простудных Заболеваний Ангины Бронхита Скарлатины Ларингита Применяют Как наружное Отхаркивающее Средство Для полосканий Горла Отвары из корня Снимают спазм При катаре Кишечника При запоре В виде спиртовой Настойки В гинекологии При лечении Хламидиоза И трихомоноза Используют Настойки Из корня В онкологии Как антиопухолевое Средство Важно В домашней Косметологии Примочками Из свежего Сока Корней Выводят Пигментные Пятна На коже Кроме этого Бедренец Камнеломка Обладает Седативным Эффектом Поэтому При приеме Настоев И отваров Из него Стоит Воздержаться От Управления Автомобилем Существуют Противопоказания Беременность Кормление Грудью Индивидуальная Непереносимость Бедренец Камнеломкова Используют В кулинарии Как приправу Благодаря Острому Аромапу И немного Горьковатому Вкусу Его применяют Как аналог Тмина и аниса Свежие Корни Можно добавлять В салаты И супы Сушеные В рыбные Блюда В соусы К мясу Приправы Из молотого Корня Входят В состав Сыра Колбасных Изделий В домашней Кулинарии Используют Свежие Листики В салатах А также Зонтики При консервировании Семена Применяют Выпечки Выращивание На приусадебном Участке Бедренец Камнеломка Является Дикорастущим Растением И не предназначен Для выращивания В саду Однако Благодаря Продолжительному Цветению И неприхотливости Он будет Хорошо Смотреться В любом Уголке Сада У забора Между кустарниками На солнечной Или затененной Стороне Размножение Семенами Бедренец Камнеломковые Не относятся К культурным Растениям Поэтому Купить его Семена Пригодные Для выращивания Весьма Проблематично Их придется Собирать Самостоятельно При сборе Заготовки Следует Руководствоваться Следующими Правилами Производить Сборы В конце Августа Начале Сентября Срезать Зонтики Со сформировавшимися И пожелтевшими Семенами Подвесив их Над поверхностью В хорошо Проветриваемом Помещении Оставить До тех Спор Пока Созревшие Семена Не опадут Собрать Просушить И хранить Семена В чистой Сухой Емкости В прохладном Помещении Семена Можно Без Предварительной Подготовки Посеять На грядку Поздней Осенью Или Ранней Весной А если Есть Сомнения В выборе Место Можно Предварительно Вырастить Рассаду В домашних Условиях Для этого Необходимо В неглубокие Контейнеры В смесь Очва С песком И листовым Перегнуем Поместить Семена Засыпать Землей При необходимости Поливать Срок Схожести 2-3 Недели В мае Высаживают Рассаду В открытый Грунт Семена Растения Очень мелкие Поэтому С ними Нужно Быть Очень Аккуратным Обратите Внимание Первый Год После Посадки Семенами Бедренец Комнеломка Не цветет А только Образует Прикорневую Розетку Из листьев Делением Корней Весной Или Зимой Нужно Извлечь Корень Из земли И разделить Его На несколько Частей Таким Образом Чтобы На каждой Отдельной Части Было Не менее Пряти Шести Побегов Потом Поместить Каждую Часть В отдельную Лунку Глубиной Не больше 10 сантиметров И подкормить Органическими Удобрениями Дальнейший Уход Весьма Прост Температура Морозоустойчивый Укрывать На зиму Не нужно Освещенность Неприхотлив Растет В любых Условиях Но любит Освещенные Или Незначительно Затененные Места Полив Засухоустойчив Но в особенно Засушливое Лето Можно поливать Дополнительно Опрыскивание Не требует Повышенную Влажность Как и все Растения Гниение Прикорневой Розетки Грунт Достаточно Живуч Растет Везде Именно поэтому Его называют Камнеломкой Однако Предпочитая Почву С лиственным Перегноем Подкармливать Рекомендуется Органикой Цветения Июнь-август Цветки Мелкие Пятилистные Цветы Лепестков Белые Или нежно-розовые Розовые Цветы Бедренец Камнеломка Непривидливое Дикорастущее Многолетнее Растение Полностью Адаптированное К российскому Климату Оно Не требует Специального Ухода Способно Выжить В самых Неблагоприятных Условиях А лечебные Свойства Его поистине Уникальны Долгое Цветение Если посадить Это растение На участке Оно будет Радовать На протяжении Лета Длительным Цветением Приятным Едва Уловимым Ароматом Его Зеленые Листья Полюбятся Неповторимым Вкусом В салатах А зимой С трудными Заболеваниями